Дорогие друзья, снова здравствуйте! С вами Наташа и сегодня мы будем помогать Савуньи делать запасы. Получится у нас вот такая поделка. Давайте проверим, есть ли все необходимое. Нам будет нужен лист большой бумаги или несколько формата А4, если ватмана в доме нет, карандаши и фломастеры, чтобы нарисовать Савунью, разноцветная гуашь, 4 кисточки или 4 ватных палочки, если кисточек нет. А также плоские тарелочки, на которых мы будем смешивать краски. Подойдут одноразовые, а можно также взять канцелярские файлики. На них тоже удобно смешать краски и потом не жалко выбросить. Также нам будут нужны половинки овощей и фруктов, любых, какие найдутся в доме. Яблоки, груши, лимоны, апельсины, лук, картошка, болгарский перец. В общем, нам все подойдет. Самое главное, разрежьте, пожалуйста, дорогие родители, овощи и фрукты пополам и половинки отдайте детям. Ну вот, пожалуй, и все. Осталось застелить рабочую поверхность клеенкой, чтобы ненароком не испачкать краской что-нибудь важное. Отпускаем родителей заниматься делами, а сами остаемся творить. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начинать. Сначала мы нарисуем савунью. Для этого я возьму тарелочку и, как мы с вами делали это всю неделю, обведу. Вот такой получился круг. А дальше я буду рисовать сразу фломастерами, чтобы вам было лучше видно. Итак, у нашей савуньи есть вот такой треугольничек на голове. Еще у савуньи треугольные ушки. Одно с кисточками. И второе. Также я нарисую савуньи крылья. Одно крыло. А вторым крылом савунья будет указывать на те запасы, которые мы с вами нарисуем. Так, прорисовываем круг и рисуем ножки. Вот такие вот. Я их сразу раскрашу. Теперь нарисуем савуньи пальчики. И нарисуем савуньи лицо. Глазки. Фиолетовые веки. Так. Теперь возьму оранжевый фломастер и нарисую клюв. Смотрите, ребята, мы повторяем вот здесь линию глаз. Обводим оранжевым. А потом делаем вот такой вот треугольничек. Так, и вот так. Вот такой получился клюв. Его я тоже сразу раскрашу. Так. Верхнюю часть тем же цветом, которым я обводила. Так. А вот здесь внутри я возьму вот такой коричневый. Раскрашу коричневый. Так. Вот такой получился у меня клюв. Ну и, конечно же, глазки. Нарисуем черным фломастером. Савуня будет глядеть на нас с гордым видом, что она насобирала такой большой урожай. Сделала так много запасов. Вот так. Осталось для нашей Савуни нарисовать ее головной убор. А она ходит, как правило, вот в такой вот вязаной шапочке. Красная полоска. Следующую полосочку я не закрашиваю. Она будет оранжевая. А потом опять красная полоска. И большой красивый кумпон. Вот так вот я его рисую, как будто бы он вязанный. Закрашиваем оранжевую полосочку. Так. Ну вот, красота. Еще я закрашу вот этот треугольник фиолетовым цветом. А теперь, ребятки, самое время взять стирательную резинку и стереть те линии карандашные, которые остались. Вот здесь на ушки. И вот тут на лапки. Ну вот, Савунья готова. Ну вот, Савунья готова. Я предлагаю, помимо прочего, еще раскрасить ее карандашом. Фиолетовым. Как вы знаете, ребята, если вы смотрели мультик про смешариков, Савунья самая хозяйственная из всех смешариков. Именно она всегда готовит что-нибудь вкусненькое и угощает всех остальных смешариков. А кроме этого, Савунья в стране смешариков доктор. Она следит за здоровьем всех своих друзей. И когда она на кухне что-нибудь готовит, она всегда следит, чтобы это было что-нибудь полезное. Вот сегодня мы с вами поможем Савунье сделать запасы овощей и фруктов. А зачем, друзья? Что у нас хозяйки делают из фруктов? Что вам мама варит из фруктов и ягод? Компот, конечно. А из овощей можно сварить на обед супчик. Совершенно верно. Или порезать вкусный салатик. Не только вкусный, но и очень полезный. Вот и Савунья любит полезную еду и поэтому будет запасать полезные овощи и фрукты. Так, ну что ж, моя Савунья готова. Надеюсь, что ваша тоже. И теперь мы приступаем к нашим банкам. На образце я нарисовала две вот такие разные банки. Одна толстенькие бочки, круглые у неё, а вторая похожа на обычную трёхлитровую банку. Вы можете нарисовать бочку, коробку, ящик, всё, что вашей душе угодно. Или точно так же, как у меня, баночки. Давайте мы отложим в сторону наш пример и начнём рисовать. Я возьму голубой фломастер и нарисуем банку. Смотрите, сначала рисуем вот такую вот, как будто бы улыбочку. От неё вниз две палочки. А теперь пошли вот так по кругу. Раз. И точно так же в обратную сторону. На Савунью не заходим. Делаем вид, что продолжаем линию. И вот здесь она у нас получится. Теперь внизу рисуем улыбочку в правильную сторону. Вот так. Раз. Так. А наверху рисуем вот так. Перевёрнутую улыбочку. Первая банка готова. Вторая банка тоже у меня будет немножко другая. Сначала точно так же рисуем улыбочку. Теперь от неё вот такая линия. И с этой стороны вот такая линия. Теперь рисуем вниз. Вниз. И вниз. И внизу тоже улыбочка. А наверху перевёрнутая улыбочка. Вот такие две банки у меня получились. Толстая и тонкая. Ну и хорошо. Я думаю, что в этой банке у меня будут фрукты. А в этой банке овощи. Повесим на банке бирочки. Знаете, что это такое, друзья? Это такие маленькие таблички, на которых написано, что же спрятано в банке. А то иногда в банку бабушка или мама, например, варенье положат. А из чего это варенье сделано, никто потом не помнит. Поэтому мы на наших бирочках нарисуем. На одной бирочке я нарисую яблоко. А на другой нарисую морковку. Ботва. И сама морковка. Теперь Савунья не забудет, что тут у неё лежат фрукты, а здесь овощи. Ну, друзья, начинается самое интересное. Отодвинем немножко в сторону нашу поделку и начнём смешивать краски. У меня для этого вот такие вот крышечки от контейнеров. Вы можете использовать тарелочки или кусочки файликов. Что мама положила, то и использую. Так, беру гуашь. Гуашь у меня зелёного, красного и жёлтого цветов. Теперь я достаю. У кого-то есть кисточки, а у кого нету кисточек, то ватные палочки. И вот прям сюда набираю краску. Жёлтую набрала, положила в сторону куда-нибудь. Положить нужно так, ребята, чтобы не испачкать ничего важного. Лучше на какой-нибудь листик, да. Красную красочку взяла побольше. Так, тоже отложила в сторону кисточку и взяла зелёную краску. Так. Вот, и тоже отложила в сторону. Этой смесью я буду отпечатывать яблочки. Так. Вот, красота. Закрыли краску, чтобы она не высыхала. И взяли половинку яблочка. Вот такая вот половинка. Теперь эту половинку макаем. Хорошенечко вот так можно подвигать. Хорошенечко прижали пальчиками. И делаем отпечаток прямо в банке. Оп! Прижали. Посмотрели. Можно хорошенько прижать со всех сторон. Вот, первое яблочко готово. И таких отпечатков, ребятки, делаем столько, сколько захотите. У меня из фруктов дома нашлось только яблоко. Поэтому вся моя баночка будет заполнена яблочками. А если у вас нашлись другие фрукты, лимоны, апельсины, груши, то вы, конечно же, делаете отпечатки разных фруктов. И берёте такие цвета, которые нужны. Для лимона жёлтый, жёлтую краску. Её даже не нужно ни с чем смешивать. Для апельсина оранжевую краску. Для груши можно зелёную или жёлтую, или оранжевую. Да? И вот так вот мы делаем, пока не заполним баночку фруктами. Так. Отпечатываем. Получается у нас такой штампик, как печать. Правда, ребят? Видите, я в итоге вот так вот вожу яблочком, чтобы размазать краску, чтобы получились все яблочки разные стороны в сторону. Раз. И последнее яблочко вот так. Надавили как следует. И отпустили. Ну вот. Вот. Моя баночка с фруктовыми запасами готова. Можно отложить в сторону. Теперь будем заполнять банку с овощами. Из овощей у меня есть морковка, вот такой лук фиолетовый. Ребята, лук бывает не только оранжевый, но и вот такого цвета. И половинка картошки. Еще очень красиво, если есть болгарский перчик, а у него получаются отличные отпечатки. Ну, у меня есть то, что есть. Так. Ну, смотрите, есть одна проблема. У меня нету оранжевой краски. Вот. Моя гуашь и оранжевого цвета здесь нет. И сейчас я его буду делать. Как вы знаете, ребята, или, может быть, не знаете, но краски можно смешивать между собой, и получаются разные цвета. Вот здесь на яблочке это видно. Видите, ребята, у меня был красный, желтый и зеленый. Но кое-где краски смешались, и тут появился оранжевый цвет. Именно то, что нам нужно. Поэтому сейчас я возьму немножко красной краски. Набираю той же кисточкой, которую набирала до этого. Так. Красный. И к ней я добавлю желтую краску. На этот раз прям вот так сверху. Теперь я перемешаю то, что получилось. Надо еще добавить желтую. И, как вы видите, получается оранжевый цвет. Так. Еще немного желтого. Возьму для этого палочку, потому что кисточки у меня закончились. Так. И перемешаю. Почти готово. И еще немножко наберу желтенького. Так. Набираем, пока цвет не станет таким, как вы задумали. Вот. Теперь это тот самый оранжевый, который я хотела. Самый раз для морковки. Так. Закрываем краски. Берем морковочку. Она у меня такая небольшая. И макаем ее в оранжевую краску. Хорошенько пальчиками надавливаем со всех сторон, чтобы краску. Чтобы краска отпечаталась. Поднимаем. И в баночку вот так прижимаем. Так. Прижали. Прижали, прижали. Подняли. Вот такая морковка. Видите, один край плохо отпечатался. Я макну его в краску. И с этой стороны прижму посильней. Ну вот. Я довольна. Моя морковка готова. И я думаю, в банке есть место для еще одной морковки. Поэтому еще раз хорошенечко надавим. Поднимаем. Аккуратно, чтобы не испачкаться. И прижмем еще разочек. Ну, например, вот сюда. Хорошенечко поднимаем. Еще чуть-чуть прижмем с тех сторон, где плохо отпечаталось. вторая морковка. Я довольна. Получилась такая морковка, как я хотела. Убираем в стороночку. Следующий овощ, который у меня есть, это лук. И я бы хотела сделать отпечатки такого же цвета, как этот лук. То есть фиолетовый. Но как быть? Ведь фиолетовой краски у меня тоже нет. А на самом деле, ребята, фиолетовую краску тоже можно смешать. Сейчас я вам расскажу, как. Я беру файлик. Крышечки у меня закончились. Так. Теперь мне нужна опять красная краска. Наберем ее. Так. побольше красного. Как вы думаете, с какой краской нужно смешать красную? С каким цветом? Чтобы получился фиолетовый. С синим. Открываем синюю краску. Берем палочку и набираем. краску. А теперь нам останется перемешать. И вы увидите, что получится фиолетовый. Так. Перемешиваем. получается фиолетовый цвет. Так. Ну вот, то, что мне нужно. я, пожалуй, добавлю еще немножко красного цвета. Да. Красная краска у меня, наверное, сегодня закончится, ребята. Так много мне ее нужно. Перемешиваем. Так. и еще чуть-чуть синий. Тут, конечно, простор для творчества. Да, друзья? Смешивать краски это очень увлекательно. Всегда нужно смешивать так, чтобы вам нравился результат. Добавлять, еще добавлять, если нужно. Пока не получится то, что вам хотелось. Так. Ну вот. Пожалуй, то, что нужно такого цвета как раз как моя луковица. Распределю краску, чтобы сделать хороший, красивый отпечаток. Так. Убираю кисточку, закрываю краски. Беру луковицу. Я специально отрезала так, чтобы оставался хвостик. За него удобно держать. макаю и, конечно же, размещаю в банке. Это будет первый отпечаток. Видите, как здорово отпечатается вместе с колечками. А здесь будет вот тут второй. Ну вот, красота! У Сабуньи есть лук в запасах. И последний овощ, который у меня нашелся в доме. Видите, я тут немножко измазала краской. Сейчас, когда подсохнет, можно будет закрасить сверху белой гуашью и будет не видно. Вы тоже не пугайтесь, если у вас так получится. Ничего страшного. Последний овощ, который нашелся у меня в доме, это картошка. И я хочу сделать коричневый отпечаток. Но и коричневой краски у меня тоже нет. Будем смешивать цвета. Чтобы получился коричневый цвет, нам нужно смешать, догадайтесь, какую. Ну да, опять красную краску. Но на этот раз, как думаете, друзья, с каким цветом? Тут сложно догадаться. Я вам подскажу. С зеленым цветом. Представляете, если смешать красный и зеленый, получается коричневый. Так, красная краска есть. Теперь возьмем немножко зеленого цвета. Макнем и начнем размешивать. Так, мешаем, мешаем. Как видите, уже получается коричневый. такой, как мне был нужен. Так, размешиваем. Ну вот, я уже довольна, даже ничего добавлять не нужно. Так, поэтому беру картошку, макаю ее и делаю отпечаток. В моей банке с овощами как раз картошки не хватает. Оп! И поднимаю. Ой, ну-ка, надавили посильней. Вот так. Так, вот тут еще остался кусочек. Сейчас я придумаю, чем его заполнить. Я думаю, что тоже картошкой. Вот так по краю. О, смотрите, можно еще и рисовать. Знаете, ребят, на что это похоже? Когда вот так рисуешь краем картошки, похоже на оранжевую луковицу. Как будто бы тут лежал кусочек оранжевой луковицы с колечками, да? Так, мне нравится. Пожалуй, продолжу. Ну вот, обе банки заполнены овощами и фруктами. Так, теперь я уберу то, что у меня вот тут вот намазалось. Возьму белую гуашь. Кисточек у меня уже не осталось чистых, поэтому опять воспользуюсь палочкой. И вот так, смотрите, промокнули аккуратно и когда высохнет, будет совсем незаметно. Вот так. Ну, и так как у меня из фруктов было только яблочко, а мне хочется, чтобы у совуни было больше запасов, я решила нарисовать фишенки. Это очень просто. Рисуем по два красных кружочка там, где вам это кажется необходимым, чтобы заполнить в баночке место, да, там, где есть свободное место, там и рисуем. Так, кружочки здесь, ну, и, пожалуй, здесь нарисую всего один и здесь один. А теперь рисуем стебельки зеленым цветом. Стебелек и листик. Стебелек и листик. Стебелек и листик. И то же самое здесь. Стебелек и листик. и последняя вишенка. Ну вот, теперь Савунья сможет сварить компот из яблок и вишен. Я уверена, это будет очень вкусно. Ну, а тут у нее уже все готово для супа. Лук, картошка и морковка. Вот такая поделка, друзья. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Я с удовольствием посмотрю ваши фотографии. Мне очень интересно, какие овощи и фрукты вы использовали и какие отпечатки из этого получились. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Спасибо за урок и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok